Отвечаю на комментарии наших замечательных зрителей, спонсоров. Сноуден ничего не понимал. Если бы понимал, что его ждёт, не стал бы этого делать, моё мнение. Мы не знаем, стал бы он это делать или нет, может быть и стал бы. Дело в другом здесь, на мой взгляд. Действительно, человек верил в силу закона. Есть такая идея верховенства закона, верховенства права. И так воспитывают людей. И есть пропаганда. Пример голливудская пропаганда. Давайте вспомним фильмы голливудские, где один человек борется с правительством. С системой правоохранительной, которая коррумпирована насквозь. И он побеждает эту систему. Вот эта идея сверхчеловека, Ницше, она усвоена была культурой, и в том числе массовой культурой. Вот мы имеем с этим дело. И это всё ложится на почву нашу. Это всё воспитывает нас. Чему учит кино американское? Один в поле воин. Вот это всё влияло на человека. Плюс, конечно, желание героической жизни. Это одно из составляющих смысла жизни по Виктору Франклу. Имейте это в виду. Человек хочет совершать героические поступки, подвиги. Это необходимо человеку, чтобы жить осмысленной жизнью. И вот это всё здесь сыграло роль. Результат какой? Самый главный результат, который излюг из этого и сам Эдвард Сноуден, и другие люди. Понимание того, в каком мире мы живём. Что на самом деле есть одна система власти и подчинения. Нет демократии. Ну что такое государственная тайна? Всё. Это уже говорит о том, что нет демократии. Потому что, ну, посудите сами, в Конституции основной закон страны. Кстати, не во всех странах ведь есть Конституция. Хотя права человека и есть в этих странах. Сказано там что-то, да? Что, а что сказано в Конституции? Что основная власть принадлежит народу. Но почему тогда народ не имеет доступа к государственным тайнам? В гостайне, если власть принадлежит народу. Вот я власть, я представитель народа. Почему я не имею права узнать, чем занимается моё правительство. Которое, там, власть, депутаты. Ведь я же власть, которая избирает их. Вот у меня это скрывается всё. Вот вам, пожалуйста, иллюзия власти народа. На самом деле народ раб. Не надо заблуждаться здесь. Это просто налогооблагаемая база. Снимают сливки. Люди работают, питают своими жизненными соками власть. И всё. Вот эту верхушку, этот слой. Ну и, конечно, подчиняются приказам и так далее. Поэтому никакой демократии власти народа нет. Нигде. Эдвард Сноуден это вам показал своим примером. Нам всем показал, да. Законы тоже, ну вот. Должны защищать. Ведь он же, что? Пошёл против системы. Как криминальный мир у власти, да. Пожалуйста. Ну вот он и получил. Ну а что? Он считал, что если он будет разоблачать власть, она его поголовки погладит, что ли? Что ж, эти все люди, которые преступления совершают, они что, все в тюрьму хотят сесть так? Надо быть наивным очень человеком. В этом наивности есть тоже. Рассказал миру о том, что происходит с ним. Что такое гостайна? Что она скрывает? Пожалуйста. Всё. Конечно, враг номер один. Для власти. Вот. Поэтому. Но зато все иллюзии развеяны. Хотя они, ну это у него иллюзии развеяны. У кого их не было иллюзий, так их и нет. А у кого были иллюзии, ну они, скорее всего, и остались тоже. Вот. Поэтому есть одна система власти и подчинения. И вот из этого и надо исходить и понимать опасность. Опасность борьбы с властью. Вот и всё. Власть не меняется демократическим путём. Она меняется только революционным путём. Всё. Потому что у власти есть рычаги, мощное управление. Это пропаганда. Она всегда была. Сначала в виде религии. Теперь в виде религии и масс-медиа. Система образования. Всё. Промывка мозгов идёт. Выдержать это очень сложно. Вот есть free thinkers. Вот типа меня. Вот мы говорим что-то. Но это ничего не меняет. Мы просто говорим правду, но это по сути не меняет ничего. Не в устройстве, не в общество, а в государстве и так далее. Были. Но вот философы есть, которые говорят открыто всё. Но это никак не влияет. Это очень тонкий слой. Таких людей их мало. И они по сути... По сути просто вот... Ну это такой привилегированный класс. Вот кому-то позволяется это, например, Нуам Ухомский. Вот это привилегированный класс. Ему позволяется говорить всё. Что он думает об американском обществе, власти и так далее. Что этот человек с именем, это и так далее, и так далее. Один из умнейших людей планеты. Им можно. Есть привилегированные классы без привилегий. Вот это мой статус. А есть те, кому не позволяется говорить. Вот. Ну всё. Так что... Дальше. Ну, с этим всё понятно. С этим всё понятно. Мы разобрались. Так. Максим, вы космос. Продолжайте в том же духе спасать нашу планету. Я... Ольга пишет. Ольга, прекрасно, прекрасно. Вот. Вы знаете, что? Надо хвалить себя и других. Обязательно. Обязательно. Потому что мы умножаем таким образом позитив. Мы поддерживаем друг друга. Это есть поддерживающая среда. Вот. И не забывайте себя хвалить тоже. Ну, я скажу тоже, что... Если вы видите космос в других людях, значит, скорее всего, космос есть и у вас тоже. Поэтому мы видим в других то, что есть в нас. Я говорил, дети, да, они не знают зла. Ещё. Не настолько искушённые в этом деле. Поэтому что? Они людям доверяют. Взрослым доверяют. Да? Пожалуйста. А мы с годами, что? Мы уже не доверяем никому. Вот. Мы искушённые уже в этом деле. Понимаем, кто перед нами. Вот. Я не вижу здоровых людей, например. Без психологических проблем практически нет. Даже вот страх. Вот страх – это уже проблема. Наличие страха. Страха высказать своё мнение. Задать вопрос. Страх быть собой. Да? К примеру. Неумение принять себя. Да? Неспособность себя принять. Вот эти постоянно фотографии не нравятся. Там. Сделать какие-то... Ну, быть человеком публичным, например. Что же страшно многим? Страх сцены. Страх публичных выступлений, страх новых стартов. Страх новых отношений, например. Когда одни отношения терпят крах. Человек боится новых. Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Называется. Ну, на самом деле, это урок был просто. Надо быстренько восстанавливаться. Надо восстановить что? Чувство собственного достоинства. Самоценность. Уверенность в себе. Понять, что это все уроки жизненные. Научиться извлечь эти уроки. Зачистить площадку прошлого. И строить счастливые отношения с новым человеком. Это возможно. Потому что другой человек тоже прошел такой же опыт. И тоже готов. Ну, если все это проработано с психологом, с психотерапевтом. Он тоже готов строить отношения. Уже на основе совершенно других принципов. Принципах, безусловно, любви. Уважения, достоинства. И так далее. Ну, и космос. Конечно, чем шире ваш взгляд, тем лучше. Вот я, допустим, абсолютно человек open-minded. Как говорят. Да, открытый. Я принимаю всех. Как океан. Даже вот эти океаны, что там впадают. И грязные какие-то потоки, речушки. Да, я это тоже все принимаю спокойно. Негативных людей. И вокруг меня полно их. Ну, не в моем окружении, а в жизни. Да, в реальности. Я же с ней взаимодействую тоже. Разные коллективы, разные люди. Разные. Ну, пересекаюсь. Даже в магазин пришел. Там, видно это все, да. Там, и СМИ, и политика, ну и так далее. Все, что нас окружает. Вот я как океан, я вбираю в себя эти. И они меня не засоряют. Я способен это переварить. Вот. Вот что такое океан, космос. Вот что такое открытое мышление, открытость. Open-minded. Open-minded. Открытое сознание. Вот его плюс это в чем. В том, что вы способны принять все. Мир для вас уже не является проблемой. И вы для мира не являетесь проблемой тоже. Вот у нас есть там президенты, да, политики, которые проблема для мира. Тоже у них. Значит, вот проблема психологически непроработанная. Нужен психоанализ. Нужна психотерапия. То есть, приняв все это, вы что? Это признак того, что вы становитесь мудрецами. Нет добра и зла. Нет плохих и хороших. Есть наше восприятие добра и зла. Плохих и хороших. Есть наша способность к обучению. Или нет ее. Есть понимание или нет его. Есть понимание причинно-следственных связей или нет его. Есть интеллект, ум, мудрость или нет их. Вот и все. Есть знания или нет их. Есть жизненный опыт или нет его. Вот, вот о чем надо говорить. Поэтому будьте космосом и формируйте свой космос. Вот я свой космос сформировал. Но он формируется. Это нельзя точку поставить в этом. Постоянный процесс. Процесс так же, как процесс самообразования. Если он остановился, значит вы и не были образованным человеком никогда. А если вы постоянно учитесь, читаете книги, осваиваете новые сферы жизнедеятельности, области науки, самопознанием занимаетесь, саморазвитием. Вот это подлинное образование. Значит вы получили образование. Если вы в школе отучились и в университете, и потом все на этом. Это не образование никакое. Образование не может закончиться. Вот образованный человек, это человек, который постоянно учится. Вот. Я, вот мой космос, моя вселенная. Мне безумно интересно наедине с собой. Вот я практикую медитации. Но это нечто просто. Такие эмоции, такие переживания, такие мысли, такие ощущения. Их не передать словами. Но они вот свет, понимаете, вот внутренний свет такой. Не освещают все. Все мое, вот этот мой весь внутренний космос. Он настолько интересен, настолько потрясает и дает энергию жизни. Счастье, ощущение, блаженство, благодать. Вот это внутреннее благополучие, психическое благополучие. Дальше посмотрим, какие есть еще у нас. Владислав пишет. Спасибо, если бы не мое терпение, я не имел бы сейчас то, что имею. Но иногда обстоятельства хотят взять вверх. Были даже депрессивные состояния. Но я пережил это во многом благодаря тому, что мое терпение и вера в будущее оказались сильнее. Инвестируйте в себя. Инвестируйте в себя как можно больше. Тратьте деньги на себя. Не на шмотки, не на тряпки, не на машины. Не на квартиры. Зачем квартиру покупать, когда можно снять ее? Тратьте на себя, на путешествия. Вот я был в 30 странах, но сейчас я думаю, что я мало еще ездил. Надо бы больше. Но вот я сейчас на том этапе жизни нахожусь, когда мне интересен мой собственный внутренний мир уже. Поэтому мне не особенно хочется и путешествовать. Потому что я путешествую внутрь себя, в этом пространстве, внутреннем. Там так интересно. И открывается очень много всего удивительного. О чем я не подозревал даже. Как это может мне придать силу и вызвать интерес такой огромнейший просто. И интереснее любой книги. Вот я интереснее любой книги. Для себя. Подчеркиваю, для себя. Поэтому сейчас вот интересен мне мой внутренний мир и его освоение. Но я думаю, что я продолжу путешествовать. Вот путешествие, да? Раз. Меня тут в Индию приглашают уже. А дальше инвестировать в себя, в свое интеллектуальное развитие. Идите на курсы. Учитесь. Нанимайте репетиторов себе, к примеру, да? Тьюторов. Чтобы изучать там языки, например, да? Это особое удовольствие. Вот я... Ну, самый яркий пример, пожалуй, два таких. Это когда я читал по-древнегречески, например. Ну, когда я учился в университете. Вот мы изучали древнегреческий язык. И я прочитал символ веры. Вот я очень впечатлил с этим. Очень сильно на древнегреческом. И потом вот я вспоминаю недавно... Ну, как, пять лет назад я читал стихи одной... Ну, очень незаурядной, очень талантливой поэтессы. Бельгийской. В переводе. На английский язык. И вот тоже я впечатлился очень. Очень мне понравилось. Это все. Да? То есть, вот благодаря знаниям вы можете... Получать от жизни удовольствие огромное. Вы можете наслаждаться. На очень тонком уровне. Не только на уровне, скажем, телесном. Да, вот там, вкусная еда и так далее. Но и на тонком уровне. На интеллектуальном. То есть, уровней удовольствия больше становятся. Они становятся изысканнее. Взгляд меняется. Ведь вот трансформация, это же тоже удовольствие. Форма наслаждения жизнью. Поэтому, вот почему нужны перемены, да? Это удовольствие. Мы получаем от трансформации удовольствие, наслаждение жизнью. Меняется наш взгляд на мир. Вот когда я сейчас уже иначе смотрю на многие вещи, мне это доставляет удовольствие. Моя собственная меняющаяся точка зрения. Но, понимаете, да? Как это круто. Вот это качество жизни высокое. Это наслаждение жизнью. И это что? Инвестиции в себя. Вот когда вы инвестируете в себя, вы более устойчивы. Устойчивы. Более устойчивы к передрягам. К жизненным пипетиям. Трудностям. Каким-то, да? Вы уже не впадаете в депрессию. Достаточно один раз пережить депрессию. Достаточно этого. Сверхнагрузки психологические, да? Приводят к депрессиям. Они, конечно, тоже нами же самими спровоцированы. Да, люди хотят быть героями. Вот на подвиг идти. Вот получают раны свои душевные. Которые заживают. Не сразу, не быстро. Но заживают, затягиваются. Человек извлекает из этого пользу. А он мудреет. Становится сверхчувствительным. Получая преимущество от этого. И в то же самое время он становится сильнее. У него формируется панцирь. Вот такой парадокс. Личность богаче становится. Внутренняя жизнь богаче. Так что всё работает на нас. И терпение, и вера в будущее. Терпение, конечно. Терпение-то какое? И имеется в виду способность... Способность вот такого находиться, сохранять спокойствие внутреннее душевное, находясь в режиме ожидания. Да, ну потому что просто нужно время для всего. Вот что-то происходит, оно должно... Оно требует времени просто. Даже наша мысль. Вот мы фокусируемся на какой-то мысли, да? Всё. Она нас занимает, она нас захватывает. Потом приходит другая мысль. Вот то же самое и с обстоятельствами. Они меняются. Вот. Ну просто надо иметь терпение, чтобы... Пришли те обстоятельства и ваше время. И выгодные вам обстоятельства. И терпение... Вот что это такое терпение-то? Это процесс обучения. Вы учитесь. Терпение... Вот терпение и труд. Всё перетрут, да? Вот терпение это и есть процесс обучения. Когда вы извлекаете уроки. Вот что такое терпение. Для этого надо время, да? Чтобы осмыслить. Понять. Принять. И так далее. Уделить время себе. Прежде всего себе. Вот это терпение, это как раз, когда вы понимаете, что... У вас есть время для себя. И что нужно заниматься собой сейчас. И что еще не пришло время... Может быть, для того, чтобы как-то себя показывать. Есть время собирать камни и распрасывать. Вот и всё. Вот понимать. Вот терпение это понимание времени. Времени, когда нужно собирать камни и когда их нужно распрасывать. Вот так что... И вера в будущее, да? Конечно. Вот я понимаю, что будущее очень-очень хорошее. Очень хорошее будущее. Понимаете? Ведь мы не можем знать будущего. И в этом есть плюс огромный. В этом и есть счастье. В том, что мы не знаем будущего. А в этой неопределенности, раз, в неизвестности, два. И поэтому оно так и притягательное, это будущее. И так ценно неизвестное, неопределённое. Почему мы всё хотим определять? Когда мы определяем всё, нам становится что? Понятно? Неинтересно? Почему мы стремимся ярлыки навешивать? Вот это наша потребность в обесценивании. Это проявление негативного мышления. Ярлыки. А будущее, вот оно нас чему учит? Потому что не надо ничего. Что есть сила великая неизвестного, неопределённого. Вот. Это-то и завораживает. Это и притягивает. Отсюда вера. Появляется вера. Вера-уверенность. Так что, неопределённость, это прекрасно. И неизвестность, это прекрасно. Там, где вас пытаются определить, там вас хотят и бесценить. Запомните это. И, да, всё пережил. Молодец. Молодец. Терпение. Понял, что надо уделить время себе. Слишком много думал о других. Вот и впал в депрессию. Когда мы думаем о себе, мы только радуемся. Потому что наш внутренний мир светел, прекрасен. Мы источник счастья. Никто другой не может быть для нас источником счастья, кроме нас самих. Поэтому, если в нас нет этого счастья, то никто нам его не подарит. А он есть в каждом. Потому что каждый откликается на позитив, на добро.